Что такое биологическое декодирование? Даже на сегодняшний день, когда практикую более 10 лет и провел тысячи сеансов, такой вопрос возникает снова и снова. Еще в 2015 году, когда выпустили журнал «Технологии счастья» и целый раздел был посвящен тематике биологического декодирования, я вдруг понял, что на тот момент я практиковал уже четыре года, нет ни одного отзыва о биологическом декодировании. Если о бастеопатическом приеме изрядное количество отзывов, то про декодирование ничего. Почему? Как раз в этом журнале я и рассказывал и с удовольствием повторю. Во-первых, начнем с того, почему декодирование. Дело в том, что любой симптом поведенческий, определенным образом складываются обстоятельства, симптом телесный, например, что-то болит, образовалась какая-то новая ткань, камень, полип, рак или что-то еще. Также, когда чего-то недостает, например, язва желудка, остеопороз и так далее, это всего лишь симптом, который несет какую-то информацию. Как в азбуке Морзе. Если вы знаете азбуку Морзе, для вас не составляет все эти точки тиры составить в буквы, в слова и понять смысл послания. Так вот, симптом – это послание. Если вы умеете его расшифровывать, то никаких проблем не существует. Соответственно, когда вы расшифровываете послание, проблемы больше не существует. Это как раз отличие от того, что говорят различные специалисты, а зачастую пациенты мне говорят, да я знаю, в чем проблема моего симптома. Нет, не знаешь. Если ты знаешь, в чем проблема, то проблемы больше не существует. Следующий момент. Почему биологическое? Здесь мы можем встретить различные объяснения, почему появляются симптомы, как формируются те или иные блоки, комплексы, ограничения и так далее. И будут рассказывать про различные теории. Это по Фрейду, это по Юнгу, это по Фрому, еще по какому-то автору. И будут пытаться уложить работу в некую теорию. И где-то даже это будет помогать. И тогда это порождает такую уверенность, что вот эта технология работает. Но на самом деле все гораздо проще. Дело в том, что мы по своей природе биологичны. Мы живые существа, которые адаптируемся к окружающему миру. И поэтому та проблема, которая у нас не находит решение рационально, она будет рассказывать это на биологическом уровне. Поэтому даже у животных есть эти нарушения. Поэтому любая симптоматика, она нам рассказывает о сути происходящего явления. Например, у человека рак желудка. И ой-ой, как все плохо. Да это неплохо. И симптом, я вам замечу, это неплохо. И это не проблема. Симптом это решение проблемы. Например, у человека с раком желудка мясо переваривается в три раза быстрее, чем у обычного человека. Понимаете? То есть, когда человеку нужно что-то переварить, если он не может сделать это рационально, это делает биология буквально. Для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Если вы когда-нибудь брали лимон в рот, вы, наверное, замечали, что идет мощнейшее ощущение кислости, много слюны выделяется, чтобы эту кислоту нейтрализовать. И если вы подумаете о том, как вы заметили, да, даже у меня пошла слюна, берете сочный желтый лимон и этот лимонный сок, все это язык под языком. Заметили, как выделяется слюна? Причем, чем ярче вы погружаетесь в это ощущение, то есть буквально себя гипнотизируете, тем ярче ощущение, тем ярче проявление. Класс! Вот так работает наша биология. Поэтому любой симптом в биологическом декодировании мы рассматриваем через призму, для чего это нужно. И тогда это порождает очень легкое терапевтическое решение. Когда я говорю очень легкое, в идеале одна проблема, один сеанс. Да. Но на практике бывает не всегда так. Например, у меня есть опыт работы с семьей, муж с женой, с аллергией на амброзию. Обычно работа с аллергией, декодирование. Это очень простая проблема. Один сеанс и как бы все. На моей практике был один раз, когда мы с барышней делали два сеанса, и все было супер класс. Человек кушал клубнику, типичный уртикарный сыпь, типа крапивницы, со всеми выбуханиями над кожей, покраснением, зудом. Делаем сеанс, все как положено. Находим момент, когда аллергия началась. Это был, по-моему, март, допустим, 12-го года. Находим программирующий конфликт в марте 11-го года. Декодировали, все классно. Аллергии нет, но клубнику так еще и не хотелось есть. Я это расценил. Скорее даже интуитивно зацепился, как что-то не совсем еще хорошо. Уговорил сделать еще один сеанс. И действительно спустились еще глубже, в 6-летний возраст, когда родители ушли на праздник, а маленького ребенка оставили одного с незнакомой бабушкой. Все, сделали декодаж, нашли необходимое ресурсное состояние, и вуаля. У человека аллергия прошла совсем, а клубнику стала есть с удовольствием. Вот так работает декодирование, где мы не опираемся на какую-то теорию, на некие постулаты, а мы исследуем личную историю человека с его личными интерпретациями, с его личными ощущениями, с его личным решением. Вот этой самой беспокойной мыслью, которая может сидеть десятилетиями в памяти, где человек буквально себя загипнотизировал, и вот теперь живет в неком ограничении. И наша задача человека разгипнотизировать, то есть вывести из этого состояния самнамбулы и раздвинуть границы своей жизни настолько, насколько готов сделать сам человек. В этой работе мы должны сделать четыре основных шага. Найти, где человек себя запер в клетке безопасности, посмотреть, что его может из этой клетки вывести, установить новые правила жизни, и, наконец, проверить, как эти новые правила для него работают. И заметьте, все на ощущениях. Работа технически очень простая, практически может быть очень сложная, но зато очень и очень благодарная. Когда человек выходит за рамки собственных ограничений, причем не только в конкретной проблематике, активизируются уже новые нейронные сети. Он начинает по-новому смотреть на мир, новые дела, новые люди, новые события. Ну, в общем, иногда люди рассказывают, работают над какой-то пустячиной, потом приходят и говорят, а у меня это, у меня еще это, а еще тут наладилось, и тут стало классно, и вообще жизнь налаживается. И, соответственно, если вы хотите узнать более подробно, что такое биологическое декодирование, и в журнале «Технологии счастья», и в книге «Остеопатия и китайская медицина» есть целая глава о биологическом декодировании, о гуманистическом гипнозе, и есть другая интересная информация. Добро пожаловать в здоровье!